Здравствуйте! Теневой доход, несоблюдение техники безопасности и грубость обошлись работникам транспорта в миллионы тенге. Подробности в обзоре тревожных новостей Бахатгуль Окасовой. Преступное бездействие. Сироты подвергались сексуальному насилию с молчаливого согласия директора детского дома. Суд поставил точку в уголовном деле. Взять Шунаеву под стражу за место не выявили. В ходе расследования правоохранители выявили и другие преступления. Какие? Узнаете далее в выпуске. Прозвище для министра. Пресс-конференция для журналистов закончилась откровением главного энергетика страны. Меня сейчас тяжеловесом назвали, а в одном из своих постов меня бульдогом назвали. Мастифом. Кто и почему перешел на личности? Обо всем уже через несколько минут. Новые подробности в деле о страшной аварии. Дежурный в момент столкновения тепловоза с микроавтобусом находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции. Я напомню, в аварии погибли 9 человек. 27 получили ранения. 8 пассажиров находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, водитель автомобиля пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, но не справился с управлением. В «Газели», предназначенной для перевозки 12 пассажиров, находились 36 человек. Водитель погиб на месте. Первые результаты расследования дали в сюжете. Картину произошедшего собирала Эльмира Ишмухаметова. Микроавтобус, переполненный пассажирами, буквально разорвало на части. Кузов сложился вдвое. 9 пассажиров погибли на месте, в том числе водитель. 27 человек тяжело ранены. 8 поступили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Среди них двое – это дети. Их подключили к аппаратам вентиляции легких. Десятилетней девочке из-за полученных травм пришлось ампутировать ноги. 8 карет скорой помощи первоначально привезли этих пострадавших. У нас идет сортировка больных, там, видимо, на местах. И фельдшера в основном начали привозить в состоянии крайне тяжелых бессознаний. В основном мы в начале переполнены реанимационное отделение. Микроавтобус 2002 года выпуска. Как сообщают представители управления пассажирского транспорта, исправный двигался по маршруту Жанаузен-Тенге. На предпоследней остановке у колледжа в салон автомобиля сели 15 студентов. Они направлялись домой, к родителям. Но для некоторых встреча так и не состоялась. У меня внук лежит в больнице с отрясением мозга. Еще племянник в коме, в реанимации. Состояние тяжелое. Нас к ним не впускают. Надеемся, что все обойдется. По некоторым данным, машинист поезда, увидев на путях микроавтобус, начал экстренно тормозить. Действовал по инструкции, утверждает железнодорожная компания. Но в ходе расследования рассматривается и его причастность к случившемуся. Также стало известно, что в момент аварии дежурный по переезду находился в состоянии алкогольного опьянения. Своей вины пока ни тот, ни другой не признают. Согласно заключению нарколога, дежурный по переезду в рабочее время, в момент ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения в легкой степени. Дежурный по станции, откуда направился локомотив, ему сообщение не передавалось. Его слов. И поскольку один локомотив двигался, он его не увидел. Увидел тогда, когда уже осталась одна минута. Как заявляют железнодорожные компании, переезд оборудован световыми сигналами и шлагбаумом. Проезд был запрещен, но водителя это не остановило. За рулем находился гражданин Узбекистана. Имел ли право мужчина заниматься пассажирскими перевозками, сейчас выясняется. Некоторые водители, большинство не выдерживает тот регламент. Они даже при закрытом переезде стараются зигзагом проезжать. Там салон на 12 человек, с участием водителя 13 человек должно, но там 36 человек, просто умы не постижимы, как они туда пометились, я не пойму. На переезде, на буксану, в момент водитель просто решил проскочить, а это у него не получилось, видать. Но это моё личное мнение, но на местах комиссия разбирается. Кстати, за перегруз предпринимателя, который занимался перевозками, ранее 7 раз привлекали к административной ответственности. Есть информация, что микроавтобусы выходят на маршрут переполненными регулярно. В Жанаузине почти все маршрутки газели. Туда впихивают столько людей, пока двери можно закрыть. Вот поэтому надо проверять газели. Утром, днём и вечером там такая давка всегда. Почему Акимат не беспокоится о безопасности пассажиров? Почему не выделяют автобусы? Между семьями пострадавших в дорожно-транспортном происшествии Аким Мангастауской области Ерлы Тукжанов поручил распределить 20 миллионов тенге. Согласно сообщению пресс-службы Акимата, родным погибших выделят по 1 миллиону тенге. 9 пассажиров, которые находятся в реанимации, получат по 500 тысяч, ещё 18 пострадавших – по 300 тысяч тенге. Расследованием трагедии занимается специальная комиссия. Казахстан снова стал местом масштабной встречи политиков. На этот раз в нашу столицу встретились депутаты парламентов из 15 стран мира. От Турции и Объединённых Арабских Эмиратов до Испании и Италии. Все с одной целью. Юлия Лосеева расскажет. Крепкие объятия и даже поцелуи. Глядя на такую картину, становится ясно. Встретились не просто коллеги, а друзья. Но на памятное фото время есть не у всех. Рядом, вежливо улыбаясь, пробегает министр иностранных дел. Торопятся и депутаты. Так что даже гардероб не замечают. Лишь бы послать. Есть куда спешить. А то зарубежные коллеги уже селфи начали делать. Депутаты парламента из 15 стран мира, между прочим, преодолели тысячи километров. Кто-то даже моря и океаны. Чтобы поговорить и послушать о нашей с вами модели модернизации. Видимо, настолько она их заинтересовала. Все мы помним, когда развалился Советский Союз. В каких условиях оказались бывшие советские республики, в том числе и Казахстан. Говоря о казахстанской модели и модернизации, наверное, правильно было бы называть ее сегодня моделью Назарбаева. Полная модернизация. И законодательства создавались чистого листа, и многие государственные институты и имидж выстраивали свой собственный. Сначала экономика, а потом уже политика. И еще один принцип, про который, кстати, рассказали уже сами гости. После попытки государственного переворота Нурсултан Назарбаев стал первым президентом, который посетил нашу страну, продемонстрировав тем самым поддержку и уважение. Кстати, как выяснилось, в Турции Нурсултана Назарбаева снова ждут. Это весной. А мы тем временем приглашаем к себе лидеров стран Центральной Азии. На первую за 11 лет встречу. А что? Опыт проведения исторических встреч и переговоров у нас имеется. Один только астанинский процесс чего стоит. Я думаю, он человек мира. И то, что ваш президент делает для Сирии, это что-то особенное. Я бы даже сказал, уникальное. Творить мир – это и почетная миссия, и ответственность, которая по силам не каждому. Но, видимо, у Казахстана получается. Юлия Лосеева, Даурен Зарипов, Астана. Реальная польза от государственных услуг в электронном формате. После объединения баз данных Министерства труда и социальной защиты населения очереди в подведомственных организациях сократились. Например, выплату по потере работы человеку назначают автоматически, когда он обращается в Центр занятости для трудоустройства. Такой же принцип действует в пунктах медицинского освидетельствования. Если гражданину присваивается статус инвалида, эта информация передается в другие госорганы для выплаты пособия. Кроме того, через электронную биржу труда за полтора месяца более 15 тысяч человек смогли найти новую работу. Сегодня электронная биржа труда объединяет и предоставляет информацию буквально по всем вакансиям, имеющимся в стране. 8 тысяч резюме и порядка 30 тысяч вакансий, которые дают возможность оперативно решать вопросы трудоустройства. Всего в ведомстве объединили 10 цифровых систем. С начала года ими воспользовались больше 19 миллионов раз, и каждый шестой через электронное правительство. Такой вариант предоставления государственных услуг позволяет исключить человеческий фактор и коррупцию в ведомстве. В судьбе маленькой девочки Аяру, о которой мы уже не раз рассказывали в выпусках новостей, начинается новая глава. Сначала мать оставила двухлетнюю дочь в качестве залога, получила 100 тысяч тенге. Потом ребенка потерял отец. Сейчас малышка находится в доме малютки. Родители утверждают, что осознали свою неправоту, взялись из-за умы и просят вернуть им девочку. Илья Самохвалов расскажет подробнее. Я очень сожалею о своем поступке. Мне стыдно, что я так поступила со своей дочерью. Обещаю, что больше не брошу ее. Дам ей хорошее воспитание. Буду заботиться о ней. Летом этого года Ильза Дамуминова оставила свою двухлетнюю дочь в залог за 100 тысяч тенге и пропала. Отец вызволил ребенка, но по сути девочка осталась без документов. С посторонним мужчиной. После нашего сюжета органы опеки пообещали помочь отцу восстановить свидетельство о рождении Айяру. Если сделают ребенку документы, сам буду ее воспитывать. Я мечтаю, чтобы она выросла настоящим человеком. Но, увы, пока шла процедура восстановления документов, девочка снова оказалась у чужих людей. Нурбек Нуркулов утверждает, что начал ремонт в своем жилище. А чтобы дочь не дышала краской, оставил ее у друга. Когда через два дня вернулся, ребенок пропал. Айяру нашли на улице полицейские. С воспалением легких она попала в больницу, а затем ее передали в дом малютки. Забрать ребенка этот мужчина сможет только, если он докажет свое родство с девочкой с соответствующими документами. Но пока нет подтверждения, ей придется оставаться на попечении государства. Тем более, что за ребенком никто не приходил уже больше двух недель. Сейчас вернуть его можно будет только в судебном порядке. Помочь гражданскому супругу вернуть девочку решила и мать ребенка. Говорит, что осознала свою вину и взялась за ум. Обещает, что больше ребенок не останется на улице. Верить или не верить двум горе-родителям теперь будет решать суд, который наверняка примет к сведению, что у Елизады есть еще двое детей – 7 и 10 лет. Сейчас они живут с родителями первого мужа. Илья Самохвалов, Гульнази Амирхан КЗ, Айдын Калуов, Алматинская область. Продолжаем выпуск. Игод далее в главных новостях. За агитацию радикальных идей задержаны четверо казахстанцев. После сироты подвергались сексуальному насилию с молчаливого согласия директора детского дома. Следом, пресс-конференция для журналистов закончилась откровением главного энергетика страны. Не пропустите. Четверых казахстанцев подозревают в пропаганде терроризма и агитации к вступлению в экстремистскую группировку. Группу задержали сотрудники Комитета национальной безопасности. В ходе обысков спецслужбы нашли обрез охотничьего ружья и патроны, травматические и газовые пистолеты, а также ножи кустарного производства. Кроме того, изъяли литературу с экстремистским содержанием. Известно, что задержанную четверку подозревают в организации регулярных сборов, в ходе которых верующих агитировали в поддержку глобальной экстремистской группировки. Постановлением суда номер 2 города Ак-Тубиа 25 ноября 2017 года хозяйцы следователя санкционированные меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворены. В отношении указанных лиц санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В Астане продолжается процесс по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Сегодня прокуроры допросили рабочего, который присматривал за загородным домом чиновника. Корреспондент первого канала Евразия Акмарал Улжабаева первой сумела найти этот особняк. Так, по данным Карла Вейбера, он работал истопником в бане, встречал и накрывал стол для гостей, следил за особняком. В общей сложности в двухэтажном доме, который находится в поселке Коши, мужчина проработал три месяца. За свои услуги получил 600 тысяч тенге. Зарплату ему платил двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Султан Нурлыбек. Напомню, по делу экс-министра национальной экономики проходит 23 человека. Булашаковца обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. В неоднократном получении взяток в особо крупных размерах и в хищении 1,2 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Казларде. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Западно-Казахстанской области. При каких обстоятельствах случилась авария, узнаем прямо сейчас. С последними тревожными новостями к нам присоединяется моя коллега Бахат Гулюкасова. Тагедия произошла накануне на 68-м километре трассы Уральск-Оксай. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В машине, которая выехала на встречную полосу, погибли трое пассажиров и водитель. Удар был такой силой, что от автомобиля осталась лишь груда металла. Водитель второй легковушки получил ушибы. Правоохранители уже назвали предварительную причину. Мужчина не справился с рулевым управлением. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Обстоятельства ДТП выясняются. Назначен ряд экспертиз. А в Астане автомобиль влетел в частный дом. Сначала машина врезалась в ограждение, а после в стену строения. Двое мужчин с переломами и черепно-мозговыми травмами попали в больницу. Пассажира спасти не удалось. Он скончался в больнице. Водитель находится в коме. Ушиб головного мозга в тяжелой степени, возможно с кровоизлиянием. И ушиб грудной клетки с переломом грудины. На данный момент состояние пациента тяжелое, но стабильное. Авария произошла ночью в это время. А в доме были дети. Одни. Они не пострадали, лишь по счастливой случайности. Старшая дочь позвонила в истерике. Дети из детей ждали, сидели, не ложились спать. А если бы легли спать, я не знаю, что было бы. Еще одна авария, она уже в Южно-Казахстанской области. Родственники на микроавтобусе ехали со свадьбы. На трассе Алматы-Термес микроавтобус врезался в заднюю часть прицепа грузовика. Пострадали семеро, в том числе двое детей с 7 и 13 лет. 36-летняя женщина скончалась в больнице. Начато досудебное расследование. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы. Семейная ссора закончилась поножовщиной со смертельным исходом. В городе Талгар Алматинской области отец четверых детей в эмоциональном порыве подогретым солидным количеством алкоголя накинулся на жену. Мужчина несколько раз ударил супругу ножом. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины. Они уже много лет живут здесь. Галия была хорошей, доброй женщиной. Она сама и работала, и детей в школу водила. А муж все время дома сидел. Иногда ругались, порой дрались. Он выпивал очень часто. Говорят, что муж бил галию. Как-то даже в ногу ножом ударил. Дети у них очень хорошие, воспитанные. В школе они на доске почета. Скорую помощь вызвала 13-летняя девочка, которая сообщила о ссоре родителей. По словам соседей, мать четверых детей нередко подвергалась домашнему насилию. Несмотря на состояние алкогольного опьянения, мужчина пытался скрыть следы преступления. Орудие убийства он спрятал в ванной комнате, среди грязного белья. Но обмануть правоохранительные органы ему не удалось. Сейчас решается вопрос опеки над четырьмя несовершеннолетними. Орудие преступления было обнаружено и приобщено в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Сейчас материалы... Уголовное дело было возбуждено по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть убийство. Год колонии за растрату вверенного чужого имущества, служебный подлог и недонесение о преступлении. В Алматы вынесен приговор бывшему директору детского дома номер один Гульмаржан Шунаевы. В июле прошлого года после дела о сексуальных домогательствах в отношении одного из воспитанников ее отстранили от работы. Тогда руководители детдома назвали показания несовершеннолетнего поводом буйной фантазии. А в управлении образования заявили, что по жалобе ребенка сотрудники провели служебное расследование. И факты сексуальных домогательств не подтвердились. Следствие началось только после широкого общественного резонанса. В итоге 19-летнего подозреваемого задержали и поместили под стражу. В ходе расследования экспертиза подтвердила следы изнасилования еще у двоих воспитанников детдома – мальчика и девочки. В конце декабря прошлого года выпускник детского дома был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорен к 15 годам лишения свободы. Сегодня суд определил наказание экс-директору детского дома. Гульмаржан Шунаева обвинялась по четырем статьям Уголовного кодекса, но за недонесение о преступлениях была оправдана. По остальным ее признали виновной. Окончательно с учетом амнистии суд назначил один год лишения свободы с конфискацией имущества. Шунаева была взята под стражу в зале суда. Окончательно к отбытию назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права. Занимать руководящие должности на государственной службе с правильным наказанием в чуждение уголовной исполнительной системы минимальной безопасности. Три ночи выдалось бурными для полицейских и ночных бабочек. Стражам порядка удалось накрыть сразу семь притонов в Алматинской области и задержать лидера преступной группы, организовавшего четыре публичных дома в Жаркенте. Им оказался якобы почетный гражданин евразийских государств, судья и профессиональный медиатор. Но все эти должности у него были оформлены, служебные удостоверения. Их законность будет проверена в ходе расследования. Также уголовному преследованию подверглись 10 лиц, подозреваемых в сутенерстве, содержании притонов и в сводничестве. 25 жриц любви доставили в полицию. Там с молодыми женщинами провели беседу и поставили на профилактический учет. Миллионы штрафа кондукторам, теневой доход, несоблюдение техники безопасности и грубость обошлись работникам транспорта в 2 миллиона тенге. В Астане в транспортной компании сообщили, что причина всему человеческий фактор. Обучение персонала и повышение квалификации не всегда помогают справиться с бесчинством и нарушениями. 173 кондуктора получили штрафы в размере чуть больше 11 тысяч тенге. Также казну на 36 миллионов могли бы пополнить 8 тысяч безбилетников. За бесплатную поездку предусмотрен штраф в 4,5 тысячи тенге. Но доказать такие факты сложно. На сегодняшний день оштрафованы лишь семеро. Составлено еще 832 акта. Коллега, почему так долго тебя в эфире не было? Замуж вышла? Обещаю. Если соберусь, ты узнаешь первый. В завершении напомню, если вы стали свидетелями чрезвычайного происшествия, вы можете отправлять фото и видео с места события на номер 8708-898-56-43. Мария, мэфир твой. Спасибо, Бакутгуль. Я продолжу главные новости. Названа основная причина роста цен на зимнее дизельное топливо в Казахстане. По словам министра энергетики Каната Бузумбаева, это отсутствие производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Зимнюю солярку на 100% завозят из России. Глава ведомства добавил, что самостоятельно выпускать дизтопливо наши НПЗ смогут после модернизации. Но серьезными разговорами эта пресс-конференция не ограничилась. Один из самых популярных в последнее время министров рассказал, что знает, как его называют в социальных сетях. Меня сейчас тяжеловесом назвали, а в одном из своих постов и меня бульдогом назвали. Мастихом, извините. Конечно, пресс-служба работает, я сам иногда смотрю, что про меня там пишут в фейсбуке и не лично про меня, а это касается работы министерства. Это же все равно интересно, это же мнение людей, которые могут там под разными ник на имя написать. Но всегда нужно скидки делать на то, что это виртуальная все равно пространство. Услышанным будет каждый. Первый в Казахстане запустил уникальный проект «Общественная медиаприемная» в прямом эфире. Теперь вы сможете рассказать о своих проблемах в режиме реального времени в рамках главных новостей. Если вы остро нуждаетесь в помощи, у вас проблемы со здоровьем или вы стали заложником сложной, неразрешимой ситуации, мы готовы вам помочь и выслушать прямо сейчас. Звоните по номеру 551-599, код города 71-70. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу сразу после. Жизнь целого поселка изменилась к лучшему после звонка в прямой эфир главных новостей. Далее мир выбрал самую красивую девушку вселенной. Следом, как проверить товар на соответствие стандартам, не отходя от кассы. Впереди все самое интересное не переключается. Продолжаем главные новости. Состояние перспективы двустороннего сотрудничества с Узбекистаном обсудил сегодня по телефону Шавкатом Мирзиёевым Нурсултан Назарбаев. Главы государств говорили о том, что достигнутые договоренности последовательно реализуются. В частности, были отмечены высокие темпы роста товара оборота и активизация бизнес-контактов. Была достигнута договоренность продолжить сотрудничество по приоритетным направлениям. Большая утрата для страны скончался известный поэт, один из авторов первого гимна независимого Казахстана, ветеран Великой Отечественной войны Музафар Олимбаев. Телеграмму соболезнования родным и близким направил сегодня глава нашего государства. Нурсултан Назарбаев отметил вклад Олимбаева в развитие казахской литературы и воспитание молодого поколения. Он является автором большого количества песен. Около 30 лет работал редактором любимого детьми журнала «Балдерган». Большое значение для широкой общественности имеют труды по сбору и изучению народных пословиц и поговорок. Наравне с молодежью продолжают работать пенсионеры. Учителя и врачи в нескольких регионах просто не могут себе позволить уйти на заслуженный отдых. Это несмотря на то, что ежегодно вузы выпускают сотни специалистов. В проблеме разбиралась Айгири Макенова. Акжелькену Разову в Актобе знает каждый родитель. 42 года она проработала в детской областной больнице. Долгое время занимала должность главного педиатра. Но даже после выхода на заслуженный отдых работу не оставила. В свои 64 года пенсионерка продолжает трудиться в городской поликлинике. Ей совсем не сложно работать по 8 часов в день. Вопрос об уходе никогда не возникал. Да я и сама не говорила, что ухожу. Сейчас сноха сидит дома с маленьким ребенком. Когда внук поправится, невестка выйдет на работу, и я смогу полностью приступить к обязанностям бабушки. Несмотря на возраст, пожилые сотрудники трудятся наравне с молодежью. В областном управлении здравоохранения рассказали, что в регионе около 200 работающих пенсионеров. По словам чиновников, отпускать их они не торопятся. Все они высококвалифицированные специалисты, у которых есть чему поучиться молодежи. Уровень обеспеченности врачебными кадрами на сегодня по нашей области составляет 42,7 на 10 тысяч населения. В системе здравоохранения области работают наши молодые ветераны, так называемых. Это те люди, которые вышли на пенсию 2-3 года назад. До 62 лет, до 63 лет есть у нас ветераны. Это те люди, которые имеют богатый профессиональный багаж, которым есть что передать молодежи. Похожая ситуация и в других регионах. У Надежды Гузевой 38 лет педагогического стажа. По достижении пенсионного возраста преподавать она не перестала и даже начала совмещать работу в других школах города. Я еще и в 37-й, потому что так же не хватает педагогов и администрации 37-й школы вышла на администрацию 78-й школы с просьбой, чтобы я помогла. Так как нехватка учителей химии, то администрация школы приглашает меня преподавать химию. Количества часов у нас немного, потому что школа небольшая, классов немного. И каждый год со мной перезаключают трудовой договор, как с пенсионеркой. Несмотря на имеющуюся нехватку учителей, учебный процесс от этого не страдает. Учащиеся, приходя в школу, получают полный объем знаний, те, которые положены по учебному плану. Просто многие учителя работают с большей нагрузкой. Вместо 18 часов, которые положены на одну ставку, учителя ведут по 25-30 часов некоторые. Это учителя тех предметов, которых остро не хватает. Сами пенсионеры предполагают, что дефицит педагогов обусловлен нежеланием молодых людей работать в школе. Ну и, конечно, их не устраивает и заработная плата. В сфере здравоохранения и образования у нас ощущается постоянная нехватка как врачей, так и учителей, медсестер. На их долю приходится порядка 10%. В сферах здравоохранения и образования уровень заработной платы ниже, чем, скажем, в среднем по республике процентов на 25. Ниже только в сельском хозяйстве. И поэтому это тоже одна из причин того, что люди не хотят получать во-первых эту профессию и во-вторых просто мало перспектив все стремятся получать большую зарплату. Сейчас в Казахстане насчитывается более 2 миллионов пенсионеров и большинство из них с удовольствием возвращаются на любимую работу когда приглашают. Но многих из них все же тревожит ситуация когда молодым предпочитают стариков. Айгирим Макенова Сырнай Жанатхан Салтанат Уайс Актобе и Караганда Чистая вода будет только в мае с таким шокирующим решением властей столкнули жители одного из населенных пунктов. А как быть сейчас не ясно. Тем более, что проблема не единственная. В морозы многие рискуют остаться без угля. Люди обратились за помощью в редакцию Первого канала Евразия и как только наша съемочная группа появилась на месте власти взяли за работу расскажет Алексей Макотюк. Воды нет, хлеба нет. Каждый раз мы собирали бумаги даже мы писали. В сложном положении оказались жители станции Кос-Шок-Х Акмолинской области. Из-за изношенных цистерн железнодорожники перестали привозить сюда питьевую воду, а больше ее брать негде. Чтобы временно выйти пока от ситуации, поставить станцию очистки воды производительностью более 20 кубов в сутки. В перспективе по программе Акбулак планируется с Покровского месторождения провести групповой водовод. И этот населенный пункт будет включен. Но очищать воду на станции начнут только в мае, когда пройдет череда согласований проекта и на него выделят деньги. До тех пор поставлять живительную влагу будут частные фирмы автоцистернами. Только вот дорога, связывающая населенный пункт с городом, может в любой момент исчезнуть в сугробах. Да и полноценной дорогой назвать отрезок между трассой и станцией не получается. У нас кощаку потерянный мир на самом деле. У нас не воды. Дороги заметены полностью не идут. Сколько у нас Акиматов менялось? Да это уже слов уже нет. Каждая с деньги, каждый раз деньги на это собираются. Каждый раз это деньги. О сборе денег руководство Акимата оказалось не знает. Официально все на что они рассчитывают это несколько миллионов тенге в год, которые им выделяет район. С районного бюджета было выделено порядка четырех миллионов тенге на проведение ямочного ремонта. На следующий год также планируется продолжить эту работу более шести миллионов. Сейчас закладывается бюджет. Связать станцию с трассой чиновники намерены в следующем году. Если им это удастся, то может сбыться и еще одна мечта жителей. Автобусное сообщение с городом. Аким сельского округа, который занял пост всего два месяца назад, считает эту задачу вполне выполнимой. С автобуса выходили, вот они говорят, если вы будете дорогу обеспечивать, мы будем ездить. А по дороге уже сейчас говорили, вот эту дорогу будем делать. Да, никто не ходил по нашей дороге. Нет, сейчас уже они рвутся сюда, потому что в городе нету рейсов уже. Они согласны. Но цена будет, конечно, чуть дороже. Оплатить проезд в город сейчас могут не все жители. Остановка местного элеватора привела к тому, что десятки людей остались без работы. Говорят там, что нету зерна. Ну, там есть, конечно. Есть. Ну, теперь мы сидим. И нам никто, даже ползарплаты могли бы платить. Как говорят по закону, должны платить. В результате к зиме население станции не готово. На уголь денег не хватает, лекарства тоже в дефиците. А как и по какой цене будут поставлять воду и еду, вопрос до сих пор открытый. Люди надеются, что новый Аким сельского округа сможет безболезненно решить все проблемы. Так ли это покажет время. Алексей Махтюк, Жандос Айгожин, Бейбет Султанбек, Акмолинская область. Услышанным будет каждый. Первый в Казахстане запустил уникальный проект «Общественная медиа», приемная в прямом эфире. Сейчас наши продюсеры мне подсказывают, что во время рекламы до нас дозвонился телезритель. Здравствуйте. Как вас зовут и из какого вы города? Меня зовут Тимонин Александр, я из города Петропавловск. Александр, расскажите вкратце суть проблемы. 5 сентября моя супруга пошла на лечение зубов и в один из дней ей ударили сразу четыре зуба. После чего на третий день она была госпитализирована в больницу и на сегодняшний день находится до сих пор в тяжелом состоянии. Предварительно поставили диагноз остеохондроз оказалось потом как заражение крови сепсис. В данный момент она не может ходить и нуждается в хорошем медицинском обеспечении. А медики, которые варварски отнеслись к удалению зубов еще и подшучивали, что они по 8 зубов в день выдирали, ничего страшного в этом нет. Александр, скажите, а вы уверены, что все проблемы начались после удаления зубов? У вас есть какое-то документальное подтверждение? У меня есть диагноз поставленный септическое состояние, в котором прослеживается, что инфекция поступила открыто через лицевой. Александр, после этого какие были предприняты меры? Возможно, операцию сделали еще что-то? Ну, провели противо септическое лечение, значит, септиз был как бы устрен, а сейчас, получается, идет остаточное у нее осложнение, она уже в течение месяца не может ходить. Сколько она уже не может ходить? Уже в течение месяца не может ходить, а уже третий месяц как болеет. И все это случилось сразу после вырывания зубов. Александр, то есть, как я понимаю, вы нуждаетесь не в деньгах, а именно в информационной поддержке и готовы в любой момент прибыть, к примеру, в Астану на лечение, то есть на более качественное медицинское обследование. Я хотел бы, извиняюсь, что это... Я хотел бы попросить первый канал о содействии в дальнейшем ее направлении на гиспетализацию в город Астану. Травматология или хирургия тоже может быть врачи решать, потому что она в тяжелом психическом состоянии. молодая женщина ходить не может, она не чувствует. Спасибо, Александр. Мы со своей стороны постараемся сделать все, что в наших силах. Попробуем выяснить, могут ли помочь вашей супруге в столичных больницах и медицинских центрах. В любом случае мы с вами свяжемся. Спасибо за оказанное доверие, Александр. Желаем скорейшего выздоровления вашей второй половинки. Поездка на сказочный остров превратился в кошмар для туристов. На Бали произошло два извержения вулкана Агунг. Но улететь с острова, на котором объявлен наивысший уровень опасности, невозможно, потому что воздушное сообщение с Бали временно перекрыто. Отменены сотни рейсов. Столб пепла от вулкана Агунг достиг 7 километров в высоту, и властям острова пришлось экстренно эвакуировать 24 тысячи человек. Туристы ждут любой возможности покинуть курорт. Тысячи людей ночуют в аэропорту в ожидании рейсов. Я даже не представляю, когда мы сможем попасть домой. Все гейты закрыты, и мы сидим в аэропорту с прошлой ночи. На острове находится около 500 вулканов, больше сотни действующие. Агунг в последний раз извергался больше 50 лет назад. Тогда с лица земли были стерты десятки поселков, погибло больше тысячи человек. Балийские исследователи сообщили, что уровень магмы в вулкане достиг критической точки и мощное извержение может произойти со дня на день. Сейчас на острове около 60 тысяч туристов. В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что наши соотечественники за помощью в посольство не обращались, но казахстанские дипломаты следят за обстановкой. Теперь подробнее о том, как мир прожил этот непростой день. Деньги дороже политики. Пока не на 100% уверены в Европе, но шаг в этом направлении сделан. Совет Европы рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций. Вводили их на фоне политических разногласий после прошедшего в Крыму референдума о присоединении к России. Но в итоге санкции ударили по европейцам. Пока российские потребители продолжали жить без французских сыров и итальянской пасты, фермеры из ЕС подсчитывали убытки. Удар потерпели и политические силы. Россия, лишенная права голоса в Совете Европы, не выплатила свой взнос. Сейчас дело зашло еще дальше. Возникла угроза выхода страны из состава организации. Революцию в туалетах призвал устроить китайцев руководитель страны Си Цзиньпин. По его мнению, без этого не улучшить внутренний туризм и не повысить качество жизни. По словам китайского лидера, проблема туалетов это не мелочь, а важный аспект строительства цивилизованных городов и деревень. Впрочем, о туалетной революции китайский лидер говорит уже три года. За это время модернизировать удалось около 68 тысяч уборных. В некоторых городах чистотой решили не ограничиваться и создали туалеты в стиле испанского архитектора Антонио Гауди. Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» в этом году стала представительницей Южноафриканской республики 22-летняя Дэми Ли Нель Питерс. Жюри заявили, что девушка покорила их не только внешностью, но и своей гражданской позицией. Дэми Ли считает главной проблемой неравенства женщин в вопросе оплаты труда. Обладательница короны также утверждает, что важно уметь преодолевать страхи и помогать в этом другим женщинам. Конкурс красоты «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. В нем принимают участие незамужние женщины в возрасте от 18 до 26 лет. Сейчас коротко о курсе на основные виды валют в обменных пунктах по стране и цене на золото. По сравнению с пятницей доллар США подешевел на 1 тенге. Сегодня его продают за 330 ровно. Евро, напротив, вырос в цене на 2 тенге. Его стоимость на сегодняшний день составила 394 тенге 50 тиен. Рубль демонстрирует стабильность. За выходные российская валюта потеряла всего 5 тиен и держится на уровне 5 тенге 62 тиен. Юань просел на 1 тенге 20 тиен. Его можно приобрести за 51 тенге ровно. Цена золота неизменна. Как и в пятницу 1 грамм драгоценного металла стоит 13 693 тенге. Уровень жизни казахстанцев станет выше. Экономика страны сильнее. На это нацелен стратегический план развития Казахстана до 2025 года. Его основой стали 7 реформ и 7 приоритетных направлений и стратегии 2050. Новый документ основан на мнении казахстанского экспертного сообщества. Особое внимание уделили улучшению человеческого капитала, то есть подготовке кадров и трудоустройству, а также развитию цифровизации, поддержке конкурентноспособного бизнеса и совершенствованию законодательства. Завтра план представят в правительстве. Сегодня вынесли на обсуждение стратегию 2025. Документ содержит 7 приоритетов. Значит, охватили буквально все аспекты нашей жизни, начиная от экономики до создания правового государства, до обеспечения верховенства закона, до духовного возрождения нашего общества. В первую очередь я, наверное, скажу про стимулирующую макроэкономическую политику, которая включает в себя, безусловно, доступный кредит, низкие проценты, стимулирующую налоговую политику, то есть исключение льгот и в то же время равенство в налогоблажении. Отличить настоящую шубу от искусственной станет легче. Сегодня в Казахстане начали официально маркировать семеховые изделия. В Национальной палате предпринимателей показали, как это будет происходить и как узнать всю информацию о желанной для большинства женщин вещи. На шубу будут прикреплять контрольно-индикационные знаки со специальным QR-кодом. С помощью него и мобильного телефона без труда можно узнать, из чего сделана шуба, где произведена и когда была завезена. Смотрели, какой результат данной маркировки. Конечно, можно отметить это в первую очередь учет. Учет, борьба с контрабандой, с контрафактом. И самое главное, это то, чего сейчас, конечно, на сегодня у нас нет. Широкая возможность для потребителя выяснить производство, легальность товара, которые он покупает. Это все главные новости к этому часу. Если вам есть чем поделиться с телезрителями первого в Казахстане, телефон нашей редакции в Астане 551-599. Далее эфир нашего канала продолжит многосерийная мелодрама «Хороший парень». До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok